Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа откроет вам некоторые музыкальные тайны. И я уверена, вы поймёте, классика скучной не бывает. Думаю, не ошибусь, если скажу, что моего сегодняшнего гостя знают все 143 миллиона граждан нашей страны. На сцене он уже полвека, и смело можно сказать, что в своём жанре он истинный классик. У меня в гостях Иосиф Кобзон. Здравствуйте, Иосиф Кобзон. Здравствуйте, Сать. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Сегодня будем говорить о музыке. С детства не любил. И тем не менее, ваше первое музыкальное впечатление детства? Первое музыкальное впечатление – это во время войны, вот, когда ещё даже вас не задумывали, у нас не было ни телевидения, ни магнитофона, ни компьютера, ни интернета, ни караоке, ничего не было. Было в дневное время улица и футбол матерчатым мячом. А вечером при керосиновой лампе мама нас собирала, любимая мама, и мы вместе с ней пели украинские песни. Все братья, нас было пятеро братьев и сестра. И вот это было нашим основным развлечением. Я полюбил песню. Почему, когда я уже учился, я перескочу через год и через расстояние, когда я уже учился в Москве, в Гнесинской академии, тогда она, слава богу, называлась «Институт», я спел шесть оперных партий. «Онегина», «Валентина», «Фигара» и так далее. Но, когда я уже был достаточно известным благодаря «Огонькам» артистам, меня пригласил мой строгий ректор Муромцев Юрий Владимирович, который сказал, так, Кобзон выбирайте, или институт, или эстрада. Я посмотрел, сказал, нельзя совмещать? Он говорит, нет, или институт, или эстрада. Я говорю, тогда эстрада. И я был исключен с четвертого курса Гнесинского института. Ах, вот почему во всех, а я хотела спросить, почему во всех биографиях значится, что вы поступили в Гнесинку в 59-м, а закончили... В 58-м. Да, в 58-м, а закончили аж в 73-м. Да. А потом, когда я женился на твоей подруге, вот, она стала говорить, мне стыдно, что ты во всех своих анкетах пишешь образование незаконченно высшее. И я взял, ну это ведь совсем другое, петь камерную классику, оперную классику и петь эстраду. Совершенно разные звукоизвлечения, петь на микрофон и петь, так сказать, живым голосом без микрофона. Поэтому я взял отпуск на полгода. И вместе с концертмейстером со своим подготовил программу, ту академическую, по которой я заканчивал мой любимый вуз. И у меня была фантастическая государственная экзаменационная комиссия. Председателем была Максакова Марья Петровна. В комиссию входили Шпиллер, Наталья Дмитриевна, это лучшая Татьяна, большого дядя. Это Нарцов Пантелеймон Маркович, лучший Онегин. Иванов Евгений Иванович, лучший бас, лучший Гремин. Вот такая звездная комиссия была, кроме моего педагога Котельникова, завкафетры Вербу. А в зале были одни композиторы мои, с которыми я работал. И, короче говоря, когда я закончил петь классические произведения Пилария Рената из Балмаскарада, Валентина из Фауста и так далее, Марья Петровна сказала, ну вот что, дорогой, мы, конечно, обсудим твое выступление, но пока мы будем думать, какую поставить тебе оценку, попой нам песни. Я говорю, как это? Я и ушел из института. Ну, это тогда было, а сейчас мы хотели бы послушать. И вот стали по очереди выходить на сцену Калмановский, Пахмутова, Фельдсман. Стали выходить на сцену, и я стал петь песни эти классической команде. Когда, а потом, в 1984 году, я, значит, устал от упреков, что эстрады, это пошлость, эстрады, это что они поют, да на какие они поют стихи. И я создал, попросил министра культуры Милентьева и создал при Гнесинском институте эстрадное отделение и возглавил его. И вот мы начали набирать эстрадных исполнителей, которых мы обучали. Я пригласил моих коллег. Это было, в общем, еще методики не было преподавания эстрадного коллега, но уже преподавали такие Александр Градский, Лев Лещенко, Гелена Великанова. И мы просто, ну, как бы, институт повышения квалификации. Такое было. Пришло время, чтобы зазвучала музыка в этой студии. И хочу предложить сейчас песню, как бы не ту, с которой началась всесоюзная слава. Началась она, как я понимаю, с песни Островского «А у нас во дворе», а песню «Близнеца», что «Нет, опять что-то не то сказала». Популярность наша в дуэте с Виктором Кахно началась с песни Островского «Мальчишки, мальчишки». Это была любимая песня Гагарина, а потом уже последовала. А у нас во дворе. А у нас во дворе. А слушать мы будем. И опять во дворе. И опять во дворе. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. В новом году мне хочется исполнить новую песню, которую написали композиторы Аркадий Островский и поэт Лев Ашанин. Они решили не оставлять тему ставшей популярной песни «А у нас во дворе» и написали новую песню, которая называется «И опять во дворе». Ты не грусти, может быть, еще встретимся, я от тебя не сбегу никуда. Сколько пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять во дворе. Нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба ни сложилась для нас. Завтра забудь меня к маме, пожалуйста, но поцелуй на прощанье хоть раз. И опять во дворе. Нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере глупое, все тебя мучает одно. Как бы подружки твои не увидели, да старики, что стучат доленом. И опять во дворе нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. Ты не грусти, может быть, еще встретимся, я от тебя не сбегу никуда. Сколько пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять, и опять, и опять, и опять, и опять во дворе. Нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе нам пластинка поет и проститься с тобой все никак не дает. Да, как молоды мы были. Я хочу в детство ваше вернуться. Мама ваша была человеком безумно вами почитаемым. Человеком, которая прожила, насколько я понимаю, очень непростую жизнь. Она вас очень любила. Тянула она на себе шестерых детей. Было у нее как бы пять мальчиков и дочек. Да. Кем она вас видела? В какой профессии? Мама никогда не хотела мне навязывать какую-то профессию. У меня абсолютно два старших брата, вот наших сводных, они были металлургами, работали на заводах. Старший брат мой, мамин, он, слава богу, он жив. Живет в Пушкино сейчас, ему 84 года. Он был педагогом, а я был младший брат. Жили очень бедно. И мне так жалко было маму, потому что она ушла с работы, она была очень талантливым адвокатом. Но из-за того, что нас было много, и нужно было за всеми ухаживать, не то, что там домработницу, она сама не управлялась только из-за этого. Я, закончив 7 классов, поступил в Днепропетровский горный техникум. Почему? Там стипендия хорошая была. Как сейчас помню, 180 рублей старыми деньгами, недоминированным. И я помню, до сих пор у сестры хранится эта сумочка из клеенки, которую я купил маме из первой стипендии своей, и вложил туда рубь. Вот этот старый рубь и эта сумочка-ридикюльчик, он хранится до сих пор у девочки. Слава Богу, был огромный целинный урожай 1958 года. И нас, всех студентов, собрали и сказали, а мы уже работали над дипломным проектом. А они сказали, там, 3 месяца давались на защиту дипломного проекта, они сказали, никаких 3 месяца, все. Так мы не готовы. Мы готовы, там, короче говоря, закрыли глаза на то, что у нас не готовы были чертежи, все. Защитили нас и призвали тут же в армию. Я жил тогда в Днепропетровске. Вся улица провожала меня в армию. Три дня. Под фамфары. Да, под пьянку большую. И я помню, значит, я уехал, нас увезли. В этом, как мы говорили, в Телятнике, увезли. Мы не знали, куда мы едем. Перевезли нас в Казахстан, Орженикидзовский район. Вот. И мы собирали урожай, целинный урожай. Когда урожай собрали, нас опять в эти вагоны, в товарные, и увезли, мы не знали, куда. Вот. Присягу мы не принимали. Но в форме мы ходили. В военной форме. И нас привезли 56-й год в Тбилиси. Это жуткие волнения были тогда, грузинские, в 1956 году. И поселили нас, людей образованных, с дипломами горного техника. И нас определили в школу сержантского состава поселок Манглиси, курортный поселок, 65 километров от Тбилиси. И меня в 1957 году, когда шел такой всемирный фестиваль молодежи и студентов, меня заметили и пригласили в ансамбль песни и пряски из-за Кавказского военного округа. Вот там я и посетил твою родину. Выступал я во всех республиках за Кавказом. Вы тогда поняли, что вы будете певцом? Что это... Вот только тогда, потому что и назначение, когда я закончил горный, я получил комбинат Воркута-уголь. Я всегда, когда вспоминаю это, думаю, господи, что было бы, если бы не было вот урожая, если бы меня не призвали в армию. Вот в армии-то что было бы? Как знаешь, когда бендюжник стоит в порту и говорит, капитан, тебе лоцманы нужны? Он говорит, нет. А лоцманы? Он говорит, нет. А коки? Он говорит, да нет. А палубу драет? Он говорит, нет же, тебе говорят. Ну, твое счастье, а то бы я тебе наработал. Вот тут, если бы меня, конечно, отправили в Воркута-уголь, я бы им наработал. Не знаю. А тут, значит, вот в ансамбле песни и пляски, профессиональное, так сказать, отношение к искусству. Педагог мой по вокалу, Аваков, как сейчас вспомню, один армянин, сказал, давай мы тебя отправим учиться. Я говорю, да у нас жрать нечего дома, но мне, значит, братья уже поженились, я один остался такой неухоженный. Вот. И они сказали, иди работать, езжай в Воркута. Я говорю, я хочу учиться. Какой учиться? На кого учиться? Я говорю, я хочу учиться петь. Консерваторию хочу. Они говорят, какой учиться петь? Мы тебя не собираемся помогать тебе, поддерживать. Единственное, кто мой бог, моя мама, она мне сказала, сынок, конечно, тебя не возьмут. Но раз ты хочешь, поезжай, чтобы ты успокоился. Ну, как ты думаешь, блата у нас в Москве нет. Евреи в Москве, с Украины. Я говорю, мамуля, ну, я так хочу учиться. Учиться. Ну, я езжаю. Я поступил учиться, работает лаборантом в химико-технологический институт, заработал деньги на дорогу, поехал в солдатской форме, потому что другого ничего делать не было, не потому, чтобы комиссию разжалобить. И я встал, ну, ночью мы разгружали на Рижском вокзале вагоны, днем мы учились, в субботу в Ленинской комнате танцевали. Ну, приглашали девчонок, приглашали, за счет того, что зайцами ездили в общественном транспорте, экономили средства, и к субботе покупали бутылочку. И замечательно проводили время. А что вы испытывали, вот тогда, выходя на эстраду, вот с самого начала, вы испытывали счастье от самого процесса пения, вы испытывали восторг от первых аплодисментов? То, что я столько лет на сцене, это говорит о том, что я не самообольщался, что я не буду кокетничать, и говорить, что мне не нравилось подписывать автографы. Да, мне нравились аплодисменты, мне нравилось петь. И мне казалось, чем больше я буду петь, тем больше будут удовлетворены в зале люди сидящие, и я никогда не напивался. Я первый начал в стране петь по два, по три сольных концерта в день. Первый. Я помню, когда Козловский Иван Семенович меня отводит в сторону и говорит, Иосиф, мне сказали, что вы поете по два концерта в день. Я говорю, да что вы, Иван Семенович, ну, это сплетня. Думаю, скажи я сейчас вам три-четыре сольных концерта в день, вы вообще так думаете. Ну, это, наверное, физиологическая особенность, вы не уставали, видимо. Нет. Если вы могли успеть. Очень интересный случай. Был такой у меня друг, достаточно известный наш артист, Гуляев Юра. Угу. Вот. И он всегда, мы с ним дружили, он говорит, слушай, ну, как ты можешь петь два концерта? Ну, ты же халтуришь. Я говорю, ну, как сказать, Юра. Я с ансамблем работал, тогда никаких фонограмм не было, все с живым звуком. Он говорит, да не может быть, чтобы ты был двужильный. Я говорю, Юра, а ты приходи, вот когда у меня три концерта, приходи на первый концерт, потому что на первом концерте психологически люди думают, ну, он сейчас как-нибудь споет, чтобы еще, еще два концерта впереди. На втором концерте думают, ну, опять же, он как-нибудь споет, чтобы еще третий концерт. Приходи. Он пришел. Посидел первый концерт. Я говорю, нет, и что, ты еще будешь петь концерты? Я говорю, еще два. Я говорю, ну, мы с тобой условились, ты должен просидеть. Он говорит, нет, я не могу. И он ушел. Через неделю он звонит и говорит, слушай, ты гений. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, я решил просто рискнуть и спеть два сольных концерта в день. Но мне в втором концерте гораздо легче было петь, чем в первом. Это, никакого феномена здесь нет. Это психологический настрой. И самое главное, когда ты поешь то, что ты знаешь, то, что ты любишь, и то, что ты понимаешь. И мне не нужно было эпатировать, как руками, ногами и так далее, бегать и прыгать. Мне не нужно было, потому что я всегда пел обязательно не на слова, а на стихи. Мне посчастливилось петь на стихи Рождественского, Евтушенко, Гамзатова, Вознесенского, Долматовского, Матасовского. И композиторы какие, Блантер, Фрадкин, Фельдсман, Пахмутова юная, Френкель. Это такое богатство. И поэтому, когда ты увлеченно стоишь на сцене, разговариваешь со зрителями, очень я люблю темные залы. Когда глаз не видно, когда не видно. Когда я не вижу моих слушателей, обязательно должен найти человека, Кому обращаться. Да, с кем я могу общаться в зале. И вот, понимаешь, я никогда не уставал. Иосиф Давыдович, вы обещали спеть. А я случайно пришел со своим коллегой, с которыми уже 35 лет выходим из крана. Специально для Сати Спиваковой по просьбе маэстро Спивакова звучит романс. Капризная, упрямая, Высотканый взрос. Я старше вас, дитя мое, стыжу своих я слез. Капризная, упрямая, О, как я вас люблю, Последняя весна моя, Я об одном молю. Уйдите, Уйдите, Уйдите. Вы шепчете таинственно Мой юноша седой, Ты у меня единственный, Один лишь ты такой. Как в сказке околдованный Я в облаках парю, Но осенью окованный Я тихо говорю. Не лгите, Не лгите, Не лгите. Внежная, лучистая, С улыбкой на устах, Если правда чистая Звучит во словах, Отброшу все сомнения, Каприз прощу я вам. И жизнь свою осеннюю Я брошу в ноги к вам. Возьмите, 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 Спешите, Спешите, Спешите. Спешите. А это правда, что у вас когда-то был псевдоним, что однажды вы выступали под псевдонимом, когда были совсем молодые? Никогда я не выступал под псевдонимом, просто когда я в колонном зале в декабре 59-го года готовился к выступлению, Аркадий Ильич Островский. Он объявил меня, а сейчас мои песни вам будут петь студенты Института Гнесиных, Виктор Кахно и Юрий Златов. А почему Юрий Златов? Я удивился. Он показывает, давай, он такой импульсивный был. Мы вышли, спели его песни, а то нам юность дана, так нам сердце велело, мальчишки, мальчишки. Выходим уже за курицу, имели большой успех. Выходим за курицу, я говорю, Аркадий Ильич, а вы что, забыли мою фамилию? Он говорит, почему я забыл? Почему я забыл? Я тебе просто придумал псевдоним. Я говорю, а я вас не просил. Меня назвала мама Иосифом, и я могу быть только Иосифом. «Дурак, ты не понимаешь, что я не Аркадий, а я Аврам?» Я говорю, ну это ваше личное дело. Я говорю, никогда ты артистом не будешь. Тоже вы, фамилия Камзан. Я говорю, Аркадий Ильич, ну, значит, тогда не выпускайте меня на сцену, но я под другой фамилией выступать не хочу. Это был единственный раз в 1959 году. Хотела коснуться одной темой. В этом обширнейшем вашем репертуаре, если навести так хронологически какой-то, скажем так, ордну, как говорят немцы, порядок, есть, естественно, многогранность. Есть один очень важный пласт, который я бы определила как некую миссию. Вы первый человек, который огромное наследие не просто воскресили, но и первый записали. Очень много романсов из репертуара Юрьевой, Козина, Шульженко. Вот старинные русские романсы, которые как бы были забыты, покрыты пылью времен, и к которым никто не прикасался в советские годы. Вы первый их вспомнили, вернули в свой репертуар и записали на пластинки. И мне кажется, что это было очень важным каким-то таким шагом и этапом вообще в вашем репертуаре. Почему? Вам надо было это перепеть по-новому, или вы просто считали, что это нужно было? Ничего подобного. Мне нужно было их воскресить, вообще ты правильно произнесла это слово. Я хотел именно воскресить, потому что уходили годы, а это были песни, которые я любил, которые любила моя мама и которые любила страна. И вдруг с уходом из жизни этих людей, я ездил на 90-летие к Вадиму Алексеевичу Козину, я дружил с Леонитоичем Итесовым, близко мы дружили, с семьями дружили, и с Изабеллой Даниловной я, так сказать, ее обхаживал до 100 лет. ее даже на руках носил в зале «Россия» потом. Я хотел, чтобы народ не забывал. Как раз сейчас к нашему разговору предлагаю послушать из вашего репертуара один из романсов, пожалуйста. Целую ночь Соловейном насвистывал Город молчал И молчали дома Белые акации Гроздья душистые Ночь напролет Нас свалили Нас свалили С ума Сад весь умыт Был весенними ливнями В темных обрагах Стояла В темных обрагах В темных обрагах В темных обрагах В темных обрагах Криво Какими мы были Наивными Как же мы молоды Были тогда Годы промчались седыми, настелая, Где чистота этих веток живых. Только зима да метель эта белая Напоминают сегодня о них. ПЕСНЯ 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 Вот мне очень понравился Аркадий Ильич. И песни мне его нравились. И я подошел к нему и сказал, Аркадий Ильич, а можно вам позвонить? Он говорит, пожалуйста, запиши телефон. Я записал, как сейчас помню, 229-47-57. На всю жизнь запомнил. И я стал ему звонить. Звонил я ему каждый день. А его супруга, их уже, к сожалению, в боях нет, Матильда Ефимовна. Она каждый раз говорит, Аркаши дома нет. Звоните завтра. Аркаши дома нет. Потом вдруг она сдалась и говорит, слушай, Аркаша. Да, она, кто его спрашивает? Я говорю, его спрашивает студент. Какой студент? Я говорю, вокалист. Ну, как она не выдержала, она сказала, Аркаши, я больше не могу. Возьми трубку. Это опять этот студент-вокалист. И Аркадий Ильич взял трубку и говорит, ну, что бы вы хотели? Я так хотел бы выступать в ваших концертах. Ну, приходите завтра, спойте, посмотрим, что вы можете. Я к нему пришел. И дальше пошла, так сказать, наша песенная история. Он был очень добрым, очень теплым человеком. Он был очень коммуникабельным. Спасибо. И еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, Ося Давыдович. Вот мы все знаем, что вы работаете в Государственном доме, занимаетесь политикой. Вот такой вопрос. Собираетесь ли вы бороться с заселием фонограммы на эстраде? Спасибо. Вы знаете, мы по-разному относимся к фонограммам. Это, конечно, достижение. Фонограмма как аккомпанемент. Это и удобно, и даже не совсем богатая певица или певец могут себе позволить записать в студии фонограмму и под эту фонограмму выступать, зарабатывать себе средства на проживание. Но когда мы боремся, и есть такой, вы просто плохо знакомы с законами, есть закон о защите прав потребителя. И в этом законе прописано право исполнителя на использование фонограмм и на запрет использования фонограмм. Если кассовое выступление, если выступление публичное, то запрещается выступление с фонограммой плюс. С минусом, пожалуйста, выступай сколько угодно, пой. Но с плюсом запрещено. И вот когда мы запретили это, было разночтение. А как проверить? Для того, чтобы проверить, как исполнитель выступает с плюсом или с минусом, нужно создать штат, карающий, инспектирующий штат. Микрофон забрал все наши классические возможности. Наши самые звезданутые артисты, они, значит, выбегают на сцену, они даже не думают об этом. Как подготовить аппарат? Как уложить все остальное? Это пожалуйста. А вот как распеться и как, так сказать, подготовиться к выступлению, они не... Ты распелся? Что? Они даже не знают этого слова. К сожалению. Почему я ушел из института? Я не могу, когда я вижу, когда идет какая-то звезда, спевшая какую-нибудь одну песню, Пуси-Муси, и за ней тянется хвост охраны, и она выходит на сцену и начинает сама себе аплодировать, значит, приглашая публику к соисполнительству. Поэтому я не рекомендую никому петь фонограмму, петь под фонограмму, но бороться с этим практически невозможно. А вот, кстати, хотела задать вопрос. Вас, если сравнивать с певцами, с вашими коллегами западными, смело можно назвать шансонье. Но у нас в последнее время особенно слово шансон приобрело смысл блатной песни. Объясните мне, почему качество так стремительно падает? Смысловое качество, стихотворное, и музыкальное качество, когда на двух аккордах тоника, доминанта, субдоминанта, тоника, и на трех словах, чем они бездарнее и проще, тем это, значит, становится популярнее и легче воспринимается. На абсолютно примитивной аранжировке. Почему оно так на сегодняшний день не существует? Это все ширпотреб, который несется с эстрады у нас сейчас, да? В огромном количестве. Его требует публика, к сожалению. Что такое, в моем понимании, шансон? Эта песня, как ты говоришь, музыка и стихи, рассказ. Я рассказываю вам об истории или любви, или подвига, или страны, или чего угодно. Почему любили Толкунову? Почему любили Шульженко? Потому что те песни, которые они пели, могла любая домохозяйка у себя на кухне исполнить. Носики, курносики. Носики, курносики. Все правильно. Я предлагаю снова послушать, чтобы зазвучал ваш голос в этой студии. Пожалуйста. Что вы еще приготовили? На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. Но пропал за поворотом самый след. Не бы взять, да побежать за поворот. Побежать, да только гордость не дает. Сто дождей пройдет над миром сто порог. Сто дождей пройдет над миром сто порог. Сто дождей пройдет над миром сто порог. И однажды ты услышишь и придешь Сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет Сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет На тебе сошелся клином белый свет Сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет На тебе сошелся клином белый свет И снова очередь студентов задавать вам вопросы, пожалуйста Вы самый титулованный артист нашей страны Какая любимая самая награда, какая самая дорогая для вас? Самая любимая награда, седьмая по счету она оказалась Никто из вас присутствующих не знает, да вам это и не надо Сколько было народных артистов Советского Союза За все 73 года советской власти на эстраде Вот никто не знает Даже я не знаю Даже ты не знаешь, сколько? Не знаю Девять Всего Первым народным артистом Советского Союза стал Леонид Ильич Утес Неужели было всего девять народных артистов СССР? Да Зыкина Пьеха Последней девятой была Алла Борисовна Пугачева Вы имеете ввиду из эстрадных певцов? Из эстрадных А, да-да, понятно Потому что я уже удивилась Я сказал, из эстрадных исполнителей Это самая дорогая награда Спасибо Еще вопросы, пожалуйста Здравствуйте Иосиф Тавыдович Вы выступаете в дуэтах со многими артистами В том числе и с молодежью Скажите, пожалуйста, считаете ли вы себя частью современного шоу-бизнеса? Ни в коем случае Вы понимаете, вы неправильно представляете себе, что такое шоу-бизнес И шоу – это когда готовится дивертисментное или сольное выступление И предлагается вашему вниманию с применением всех современных средств шоу Ну, представление Бедросович Киркоров Который и сам поставил шоу в Кремлевском дворце И поставил Ани Лорак с шоу «Замечательное» У нас много талантливых людей Но значит ли это, что это шоу-индустрия? Нет Должны современные наши исполнители эстрады Знать хотя бы в общих чертах классическую музыку Или можно обойтись без нее и быть профессиональным эстрадным певцом? Я хочу тебе сказать, что когда я учил студентов У меня первая студентка была Ирина Отиева Она была первой студенткой Она джазовая певица Перетом самодовольная В общем, такая вся была любимица публики Она прекрасно пела Это Большеглазая Ирочка И она была уверена в том, что ей диплом просто нужен как диплом Ну что Кобзон ее научит, чему он ее может научить? Он поет себе эти советские песни Причем здесь я? Я ее отчислил Я с первого курса ее отчислил И сказал, когда ты осознаешь, почему ты пришла ко мне учиться Тогда я тебя приму обратно И она пришла И я сказал, Ирочка, я не могу тебя учить джазу Потому что я не знаю джаз Я никогда не пел джаз Тебя учили этому в оркестре Лундстрема Но я могу тебя научить культуре пения Я с ней пел И она замечательная Она прониклась, потом увлеклась Пела норму Правда И ей нравилось это Несмотря на то, я сбивал ей дыхание Потому что Кантилена, который требует классика А она пела джаз, где нужно Хватать все время, так сказать, в паузах, так сказать, дыхание И мне нужно было отучить ее от этого И дыхательный процесс Она пела романсы Ну, мы с ней пели Я говорю, ну давай споем с тобой на два голоса Снился мне сад В подвенечном уборе И она пела И она прониклась Нужно просто не заставить музыканта любить музыку А увлечь его музыкой А это правда, что когда вы надеваете костюм Вы уже перед выходом даже не садитесь Потому что боитесь помять брюки Или пиджак Совершенно верно Я никогда не сажусь Именно по той простой причине Чтобы не дай бог Кто-нибудь сидящий близко Там первого, второго ряда Сказал Ну надо же Вышел помятый весь Никогда в жизни Они могут сказать, что Кобзон некрасивый Или костюмы мне нравятся Но чтобы Кобзон вышел с неуважением к ним Они никто не сможет никогда сказать Слушаем фрагмент Ехал из ярмарки укорь купец Ну-ка, Кобец, удалой молодец Стал он на двор лошадей покормить Сдумал деревню гульбой удивить Красной рубашки кудрёв и румян Вышел на улицу веселым пивом Собрал он девок красавец кружок Выхватил звонкой казной кошелёк Почует старых и малых винов Ехал из ярмарки кудрёв и румян Эхал из ярмарки кудрёв и румян Пропевай Поживём на наше Морщатся девки, котолышко пьют Шутят и пляшут и песни поют Девичья пляска при зорьке видна Девичья песня с заричкой слышна Пухарь купец подпевает, цвистит О земногое молодец не стучит Гневке стыдливой купец пристаёт Обнял, целует, ручку и жмёт Рвётся красотка за девичий круг Совестно ей от родных и подруг Смотрят подруги и сами вперёд Вот малупремец и счастье идёт Гевкина мать расторопно смела С кратчевой речью к купцу подошла В полной косой, да отстань, не балуй Гевки моей не позорили, целуй О, Харь купец, позвенел серебром Нет, так не надо Другую найдем Ехал из ярмарки ухарь-купец Ухарь-купец удалой молодец Ухарь-купец удалой Ухарь-купец удалой молодец Ухарь-купец удалой молодец У вас было счастьем работать с огромным количеством невероятных композиторов Или творческие союзы, с которыми вы работали Вот композитор-певец Это было действительно огромным счастьем в вашей жизни Потому что складывались дружбы и складывались союзы именно творческие И в этом плане можно считать, что вы необыкновенно счастливый человек Да, я себя тоже считаю счастливым именно поэтом Я всегда говорю, когда ходят мои коллеги и заказывают песни Заказывают нашим сегодняшним композиторам, не буду их называть Я говорю, зачем? Ну, потратьте время, зайдите в музыкальную библиотеку Возьмите антологию советской песни Полистайте ее Возьмите, сами не умеете играть с концертмейстером Поиграйте Вы столько найдете произведений Фантастических произведений Вам ничего не надо заказывать Вам просто нужно потратить время на знакомство с историей Это так важно Я национал-патриот Я первый стал петь еврейские песни у нас в стране Когда они еще были Потому что у каждого артиста Должен был быть так называемый творческий паспорт В который нужно было вносить произведения Которые принимал художественный совет Но ко мне они придирались какое-то время Хотя меня потом в 83-м году Меня исключили из партии Исключили из партии за то, что я В колонном зале спел Я, правда, пел и на немецком языке И на болгарском языке Спел на английском языке И на украинском языке Это был юбилей СОДА Союзович из дружбы И спел на Хаванагила И стали Арабская делегация Встали и ушли Да ладно, в 83-м? А? В 83-м? В 83-м, да И меня вызвали в горком партии И сказали Вы проявили Политическую близорукость Вот, поэтому Мы вас на год снимаем с эфира Исключаем из партии Я говорю, ну почему? Почему украинцы могут петь украинские песни? Почему еврей не может петь еврейскую песню? Объясните мне И тогда я просто сделал себе полностью репертуар еврейских песен И уже ко мне никто не приставал Меня через год восстановили и так далее Дорогой Иосиф Давыдович Спойте, пожалуйста, еще раз Я люблю вас так безумно Вы открыли к счастью путь Сон нарушен безмятежный Бьется сердце, ноет грудь Ах, зачем все так случилось Вас зачем увидел я? Сердце бедное разбилось Погубили вы меня Предо мною вы открылись Как заветная мечта Чувства страсти пробудились Победила красота Ах, не буду ждать я казни От своих волшебных грез Я люблю вас без боязни Без искусства и без слез Но не верю Чтоб жестоко Так смогли вы поступить Дать надежд мне много-много И все счастье вдруг разбит Так с другим вы будьте счастливы С ним живите полюбя И когда-нибудь порою Вспоминайте про меня Я люблю все, что вы поете как романсы, так и патриотические песни. Но мне необыкновенно дорог ваш голос, который, на мой взгляд, стал героем фильма «Семнадцать мгновений весны». Это правда, что Татьяна Лезнова говорила «Пойни, как кобзон»? А что она имела в виду? Даже мы с ним чуть не поссорились. Микаэл Таревердиев, Роба Рождественский, в студии. А она такая была, со вздернутой бровью, царство небесное. И она говорила, что мне кобзона привели? Мне нужен Шерлиц. Я смотрю удивленно на моих друзей, и я говорю, действительно, что мне сюда привели? Ну ладно, спойте, что вы там выучили. Я говорю, а так, их было-то всего семь песен к фильму. Оставила она две и одну мелодию. Вот. Я научил петь, да нет, ну что это? Мне не нужен кобзон. Я говорю, господи, какое счастье. Спасибо, что вы это сказали. Поворачивайся, уходи. Меня догоняет Роберт и говорит, слушай, старик, ну сумасшедшая баба. Что ты на нее обращаешь внимание? Ну, потерпи. Я говорю, вообще должен терпеть. Ей что-то другое нравится. Пускай пригласит театрального артиста. Пусть он ей споет незнакомым голосом. Она, так, ну что, будем уходить, приходить, обижаться или будем петь? Говорит, Татьяна Михайловна, ваше счастье, что вы женщины. Иначе, говорю, все бы выглядело по-другому. Она, а что, послали бы? Я говорю, ну еще как бы. Она говорит, ну хорошо, я пошла в аппаратную. Пошла в аппаратную. Говорит, пойте. А теперь вы по-другому поете. И Мика мне говорит, говорит, слушай, ну как-нибудь по-другому спою. Я говорю, ну как по-другому пою? Я пою, как я пою. Не, ну спою как-нибудь по-другому. Короче говоря, я сделал вариантов 20. Вот! Вот это я хотела. Вот это вот оставьте. Ну ладно. Потом второе. И вот кинофестиваль московский. Московский. Я понятия не имел, потому что она меня ни одного пробовала на этот фильм. Там было много претендентов. И я даже забыл об этом думать. И вдруг идет премьера. В 17 мгновение. И мы в холле Зала России стоим с Наташей Фатеевой стоим у телевизора. И вдруг я слышу, вроде я, вроде не я. Понятия не имею. Она говорит, слушай, ты это что ли? Я говорю, да я вроде писал, но что-то я на себя не похож. И вот так появилась эта запись с ней. Потом мы с ней подружились. А потом, когда Слава приходил и говорил, Тихонов, она мне, она сказала, ставьте ему на экране портрет Тихонова. Пусть он на него смотрит. Потому что мне нужно, чтобы он продумал, этот думает и поет, я прошу хоть ненадолго, это поет Штирлиц, вдали от Родины. Вот он должен. Ну она такая была, жесть. А потом она приходила ко мне на концерты, мы с ней подружились, я ее провожал в последний путь. И она говорила, какая я была дура. Я говорю, почему вот у тебя, Михаил, почему я тебе не дала петь так, как ты хотела, не как я хотела? Ну, был такой случай. Слушаем. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дом, отсюда к родному дом. Берег мой, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду зазрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве тепло, Хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, Как будто ищу ответы. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому. Субтитры создавал DimaTorzok Напоследок задам вопрос очень интимного свойства. Напоследок. Да, я спрошу. А если мама приснится и скажет, сынуля, спой что-нибудь, Что бы вы ей спели? Я бы ей спел то, что она любила. Я бы ей спел Ридна Мата моя на украинской мове. А Бо, я всегда ставлю рядом Аидыша, мама. То, что она любила, песня, посвященная матери. Вот. Дорогой Иосиф Давыдович, спасибо огромное, что вы были героем программы «Нескучная классика». Слушать вас могу вечно, говорить с вами могу бесконечно, Но, к сожалению, все имеет свой конец, и тем более телевизионная программа. Поэтому еще раз спасибо огромное, что сегодня вы были героем программы «Нескучная классика». Спасибо тебе за серьезные программы. Иосиф Кобзон – олицетворение длительной и переменчивой истории нашего непредсказуемого Отечества. Почему он никогда не выходит из моды? Почему не тускнеет его голос? Почему стремительно расширяется репертуар и вдохновение? Может быть, Иосиф Кобзон вовсе не артист, А неопознанный летающий объект в нашем безоблачном и одновременно дождливом небе? К этим словам Марка Захарова можно прибавить только одно. Я не могу представить нашу эстраду без Иосифа Кобзона. С вами была Сати «Нескучная классика». Субтитры создавал DimaTorzok